Всю неделю в нашем регионе будет холодать. Понижение температурного фона, дожди с градом и усиление ветра принесет циклоны из северных районов европейской части России. Жители Юго-Запада-2 выражают протест против прокладки канализационной трубы по улице Тайказан. Проект предназначен для обслуживания другого, соседнего микрорайона. Заместитель гендиректора КАЗ-Трансгаз Аймак с рабочим визитом посетил Октябрьскую область. Салим Нагым проинспектировал ход исполнения инвестиционной программы. В нашем регионе стартует третий отбор в президентский молодежный кадровый резерв. Об особенностях кампании этого года рассказали сегодня на брифинге в областном Акимате. Здравствуйте! Вы смотрите программу «Факт». В студии работает Ирина Черней. Кастак сообщает, сильные дожди ожидаются на западе и севере Казахстана. В ближайшие три дня, сообщает КАЗ «Гидромет» в северной части республики, днем ожидается понижение температуры воздуха до 18,24. На остальной территории страны значительных колебаний в температурном фоне не прогнозируется. Октябрьские синоптики в свою очередь сегодня сообщили, что всю неделю в нашем регионе будет холодать. Завтра на районы нашей области будет смещаться циклон. Придет он к нам с северных районов европейской территории России, который практически до конца недели нам внесет свои коррективы в погоду, то есть погоду он нам испортит. Вот сначала, ну вот завтра северные и западные районы будут им подвержены атмосферным фронтам, а далее уже в течение недели он будет захватывать практически всю область. По прогнозам синоптиков, атмосферные фронты обусловят прохождение дождей. Особенно сильные осадки, возможно, с градом, ожидаются на севере области 23-24 августа. Северо-западный ветер усилится на большей части региона до 15-20 метров в секунду, а 24-го его порывы достигнут 23 метров в секунду. Температурный фон заметно понизится в ночные часы до 18 градусов, на севере до 15. Днем ожидается 25-30, на юге 32. Вот ночью 24 августа термометры покажут уже всего 10-15, днем 20-25, на юге до 28. Один человек погиб, и четверо получили травмы в результате аварии, которая произошла сегодня ночью на автодороге Ак-Тюби-Астрахань вблизи поселка Тимир-Мост. Как сообщили в департаменте полиции, 39-летний водитель грузового газа допустил столкновение с «Жигулями». Один из пассажиров легкового автомобиля погиб на месте. Водители еще трое пассажиров госпитализированы в центральную больницу Муголжарского района. Попавшие в реанимацию с отравлением Белодонны, акцюбинские дети пришли в сознание. Состояние удовлетворительное в сознании, самочувствие не страдает. Девочка была переведена в отделение 20 августа, мальчик сегодня переводится. Сообщил руководитель управления здравоохранения Ак-Тюбинской области Рустем Исаев. Напомним, двое детей попали в реанимацию с отравлением Белодонны 18 августа. У детей были жалобы на повышение температуры, бред с переходом на санлив, остевялось с переходом на возбуждение. Жители сразу нескольких улиц, старые части города требуют решить проблемы с вывозом мусора. Люди утверждают, что отходы не вывозятся где-то неделю, а где-то уже около месяца. Разлагающийся мусор делает соседство с контейнерными площадками невыносимыми. Но обращения в городскую администрацию пока ни к чему не привели. Контейнерам не подобраться. Горы мусора преграждают хозяйкам путь. Вот и приходится издалека швырять пакеты в гущу других. И не потому, что местные жители равнодушны к окружающей среде. Скорее наоборот. Они бы рады жить в чистоте и порядке. Да не получается. Мы стоим вот сейчас за зданием. Находится Кулумбетово 173. Мусорные контейнера уже не убирают целый месяц. Здесь уже люди говорят, завелись даже крысы. Я неоднократно отправляла фотографии на WhatsApp. Это ситуационное центро облакимата. Обещали вывезти. Вчера мы тоже звонили, обещали вывезти. И никто ничем не занимается. По мебельной 4 такая же ситуация. Тоже столько мусора. Здесь не только наши дома в это мусор выбрасывают, но еще частный сектор приносит. Сдач привозят мусор. И еще Джангильдина 168. Потом Джангильдина 163. Тоже такая ситуация. Везде мусора очень много. И не только в нашем районе. По всему городу. Но я в каком районе бы не было, я всегда снимаю на камеру и отправляю на WhatsApp ситуационный центр облакимата. Потому что я как помощник полиции, я слежу не только за чистотой города, но и за порядком везде. Говорят, около месяца назад спецтехника сюда наведывалась. Но с тех пор выросли новые дурно пахнущие горы. А чем больше мусора накапливается, тем сложнее его вывозить. И сложнее с ним соседствовать. Вонь стоит. Вонь. Невозможно. Соседи, которые рядом живут, я тоже здесь. В третьем этаже живу. Форшку невозможно открыть. Обидно, что и платить за услуги спецтехники стали больше. Тариф вырос, а проблема осталась. 720 платил, сейчас 1300 пришло платить. А убирать не убирает. Вот уже сколько лежит. Вовремя платите. Ну, конечно, плачу. Чушь. Где-то видно, что пенсионеры отказывались от платежа. Они в первую очередь платят. 1 августа на октябрьский рынок пришла компания АТК Казмет. По словам ее руководителя, сейчас им приходится решать не только текущие проблемы, но и доставшиеся от предшественника. Мы сперва просто работаем, сейчас разбираем завалы по мере поступления обращений. Мы все это разбираем в связи с тем, что нам досталось такое наследство от предыдущей компании, которое вот месяц, это от них и идет. А количество техники пока недостаточно равномерно и правильно распределить по графикам выстроить. Потому что есть, которая техника должна прийти, и в наличии только половина. С экиматами прорабатывается вопрос установки дополнительных контейнерных площадок в частном секторе. Пока там приходится совершать пешие обходы, чтобы собирать пакеты, складированные у каждого домовладения. Если появятся общие контейнерные площадки, считают специалисты, время на уборку территории сократится втрое. Лариса Афанасьева, программа «Факт». Не намерены терпеть новую канализационную трубу, проходящую под их улицей, жителями к району Юго-Запад-2. Они опасаются ее прорыва и задаются вопросом, а где прокладывать канализацию им самим. Сегодня на месте побывала наша съемочная группа. Вот такую ситуацию сейчас можно наблюдать на улице Тайказан, что находится в районе Юго-Запад-2. Здесь, в непосредственной близости от частных жилых домов, проводится канализационный трубопровод, который будет обслуживать строящийся недалеко микрорайон Береке. Инфраструктура – это, конечно, хорошо, но почему ее нужно прокладывать сквозь нашу улицу, недоумевают местные жители. Юго-Запад-2, улица Тайказан, против прокладки канализации высокого давления по нашей улице до Юго-Запада-1. Расстояние этой канализации где-то полтора километра. Это канализация высокого давления, которая тянется от строящегося около нашего поселка микрорайона, Береке называется. Будет состоять этот микрорайон из 60 многоэтажных домов. И вот вся их канализация, все их нечистоты будут прохаживаться по нашей улице через их канализационную трубу высокого давления, которое никакого отношения к нам не имеет. Работы здесь продолжаются уже около двух недель, говорят жители. Одним из самых больших их страхов является опасность того, что трубу прорвет, и вся внутрянка канализации окажется на их улице и попадет в их дома. Еще один вопрос, который их волнует, как после этого им самим прокладывать канализационную систему. Тем более, если есть немного более дорогостоящее, но альтернативное решение, почему бы ответственной компанией не воспользоваться им? Альтернативное решение предлагаете? Да, альтернативное решение мы предлагаем провести канализацию высокого давления по южному обходу, минуя наш поселок, и по северному обходу, минуя наш поселок. И расстояние до того, где подключаться будет, врезаться будет в общую канализацию, по сравнению с нашей улице небольшая, где-то полтора километра от силы. Это для такой крупной строительной организации, я думаю, мелкий. Зато эколога не будет страдать, люди будут не обеспокоены, и улица, которую своими руками отремонтировать сделали, не будет нарушена. Все будут пользы, все будут выигрыши. А почему наша строительная компания так уперлась, и обязательно через нашу улицу мы никак не поймем. И при том, это делается... В ответ на вопросы жителей, представитель ответственной компании Ерлан Хайпназаров ответил, что все разрешенные документы и от городского, и от областного Акиматов у них есть, а вот спрашивать разрешение жителей они не обязаны. Сейчас проводятся строительно-монтажные работы. У нас все по закону. Здесь замбу и иншабяра. Непосредственно здесь, на коммунальных дорогах, соответственно, у нас 60 сантиметров, которые мы пользуемся. Здесь дорога 5 метров. То есть проводим строительно-монтажные работы. Солжумы санжи-бюзонсом. Здесь замбу и иншабяра. Мы делаем все по... По ГОСТу непосредственно все, как должно быть, с уластью в Жатумиспос. А разрешение жителей нужно ли? Нет, разрешение не нужно. Потому что где во всем городе же проводят трубы, нигде мы, получается, взяли разрешение у Акимата, областного Акимата, городского. Все коммунальные службы, все, значит, ГАСКО. Нас проверяли буквально... Ну, если нам... Вот сейчас, в Бугунгаму, Сауэ, сейчас вот жители собрались, допустим, полдня мы уже потеряли. Жарце кунду трубатрумс. Игза кашанаяхтейн держу спарланган. Так, ну, бьюзонс, в течение месяца мы закончим. Так, пока проблема местных жителей висит в воздухе. Придут ли обе стороны к компромиссу, или вопрос решится в пользу кого-то одного, непонятно. Жанна Исалдинова, программа «Факт». Заместитель генерального директора АОК «Странсгаз Аймак» Салим Нагым с рабочим визитом посетил Актьюбинскую область. Он проинспектировал ход исполнения инвестиционной программы 2021-2026. В частности, посетил несколько наиболее важных объектов профильной отрасли. Актьюбинскую область с рабочим визитом посетил заместитель генерального директора АОК «Странсгаз Аймак» Нагым Салим Жумобайл. Целью визита была проверка хода строительства инвестиционной программы АОК «Странсгаз Аймак» с 2021-2026 год. В частности, заместитель генерального директора посетил объект по замене газорегуляторного пункта номер 33 с нынешней пропускной способностью 92 тысяч кубов газа в час с заменой на ПГБ, пункт газорегуляторный, с изменением места расположения и пропускной способностью 115 тысяч кубов газа в час. Так, в рамках инвестиционной программы, рассчитанной на 2021-2026 годы, общая сумма средств составляет 16 миллиардов 845 миллионов тенге. Кроме того, требуется замена газопроводов, которые эксплуатируются уже более 50 лет. Согласно диагностике, на газовых сетях есть ржавчина, износ изоляции, а сами газопроводы находятся в труднодоступных местах на пересечении со смежными коммуникациями. Третий отбор в президентский молодежно-кадровый резерв будет проходить иначе, чем предыдущий. В его состав войдут 50 резервистов. Об особенностях отбора в этом году рассказали сегодня на специально организованном брифинге в областном Акимате. Особенностью этого отбора станет проведение целевого отбора с учетом потребностей к условиям в отраслевых кадрах по следующим направлениям. Это развитие инфраструктуры, промышленности и торговых политикам, агропромышленный комплекс и охрана окружающей среды, внешняя политика и инвестиции, экономическая и финансовая политика, цифровизация, социальная политика и гражданского общества. Также необходимо отметить, что собеседование с резервистами будет проходить с участием представителей отраслевых курсов. Отметим, что в 2019 году в президентский молодежный кадровый резерв было зачислено 300 человек со всей республики. В 2021 году количество новых резервистов составило 50. Из 350 зачисленных в резерв казахстанцев, 264 человека уже трудоустроены в госорганы и организации квази-государственного сектора. По Ак-Тюбинской области в 2019 году в кадровый резерв было отобрано 12 человек, в 2021-м один. Кастак сообщает, Касым Жумар Тукаев провел переговоры с президентом Вьетнама Воу Ван Хюнгом. В Ханое сообщает пресс-служба Аккорды. Мы уделяем очень большое внимание экономическому и политическому взаимодействию между нашими странами и должным образом оцениваем огромный экономический потенциал Вьетнама. Авторитет страны на международной арене, сказал Касым Жумар Тукаев. Обсуждены перспективы развития сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортно-логистической, агропромышленной и культурной гуманитарной сфере. Глава государства выразил уверенность, что сегодняшние переговоры откроют новый этап развития двустороннего взаимодействия. В завершении Тукаев пригласил своего коллегу Вован Тхонга посетить с государственным визитом Казахстан. Пожар в угольной шахте Казахстанской Арселор Миттл Тимиртау пытаются потушить уже пятый день подряд, передает Кастак. Тушением занимаются горноспасатели. Утром 17 августа в шахте Казахстанская в городе Шахтинске произошло возгорание конвейерной ленты. В этот момент в шахте находились 227 человек. За медицинской помощью обратились 13. Шестеро из них были госпитализированы. 19 августа были найдены тела всех пяти погибших горняков. Премьер-министр Алихан Смаилов заявил, что стоит вопрос смены собственника Арселор Миттл Тимиртау. Один человек погиб при пожаре в жилом пятиэтажном доме в Экибастузе, передает Кастак. На месте пожара обнаружен труп мужчины 72-го года рождения. По лестничному маршу спасено два человека, сообщили в департаменте ПОЧС Павлодарской области. Трое погибли в результате опрокидывания Лексуса на трассе в Карагандинской области. 20 августа на автодороге Алматы-Екатеринбург 47-летний водитель «Лексус», не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание. 46-летний пассажир от полученных травм скончался на месте. Водитель и 35-летняя пассажирка скончались в карете скорой помощи. Два пассажира доставлены в больницу. Девочка и мужчина утонули в Актау. По информации скорой помощи, смерть 14-летней девочки констатировали 20 августа на базе отдыха «Монтажник». Второй трагический инцидент произошел на рядом находящейся базе отдыха «Бриз». Утонул мужчина, ему было 36 лет. В сети сообщают, что погибший отец пятерых детей. Смерть в обоих случаях наступила до приезда медиков. Двух девушек спасли в горах Алматы, сообщает МЧС. Сегодня в час ночи в дежурно-диспетчерское отделение поступило сообщение от мужчины, что его знакомые потерялись в горах. Связь с пострадавшими есть. В районе ущелья реки Казачков 2.20 оперативная группа спасателей нашла девушек. В медицинской помощи они не нуждались. Их благополучно спустили в город. Оказалось, туристки заблудились, когда спускались с Кокжайляу. Подтопления произошли в Мангистауской области. В социальных сетях распространяют видео, снятые в разных частях Мангистау. На кадрах авторы показывают сильный ливень и его последствия. Улицы и дороги затопило так, что по ним невозможно ездить. В Акимате Жанаузеня сообщили, что подтопление произошло в селах Рахат и Тенге. В Казахстане к административной ответственности за январь-юль привлечено более 64 тысяч родителей-подростков, заявила старший инспектор по особым поручениям комитета адам правонарушения МВД Лейла Алибаева. По ее словам, за семь месяцев подростковая преступность увеличилась на 11%. Несовершеннолетними в основном совершаются кражи, мелкие хищения, грабежи и хулиганства. За нахождение несовершеннолетних в развлекательных заведениях в ночное время привлечены к ответственности порядка полутора тысяч предпринимателей. Свыше двух с половиной тысяч безнадзорных подростков доставлены в центры адаптации несовершеннолетних. После рекламы смотрите следующие сюжеты. На Октябрьском аэродроме началась реконструкция взлетно-посадочных полос. Замене и ремонту подлежат около тысячи плит. С ходом работы ознакомился глава области. День спорта отметили в минувшие выходные казахстанцы. Состязания по разным дисциплинам и вручения новых машин. Как прошел самый спортивный день года в октябре. Футбол, волейбол, шахматы, теннисы и перетягивание каната. Наш город принял ежегодно у спартакиаду сотрудников корпорации правительства для граждан западного региона. Как есть вкусно и безопасно? Избежать отравлений и острых кишечных инфекций вам помогут простые правила. Не покупайте продукты в местах стихийной торговли. Проверяйте срок годности. Фрукты и овощи тщательно мойте проточной водой. С признаками порчи или плесенью нельзя использовать в пищу. Не пейте сырое молоко. Только пастеризованные или кипяченые. Готовьте молочные смеси, соблюдая правила гигиены и сроки хранения. Микробы погибают при температуре выше 70 градусов. Не допускайте контакта сырых и приготовленных продуктов. Храните отдельно в закрытой посуде. Используйте разные ножи и разделочные доски. Храните готовые блюда в холодильнике. Мойте руки с мылом после посещения уборной, прихода с улицы, контакта с домашними животными перед приготовлением и приемом пищи. Будьте осторожны, соблюдайте чистоту. Чистота – залог здоровья. Робопарк работает! Выставка роботов для детей и взрослых открыта. Первые гости уже побывали в робопарк. Приходите и вы только до 1 октября. ТРЦ ОКТОБЕ МОЛ НОПЛЮС. Вы хотите просто дать рекламу? Без сложных прайсов, лишних цифр и сносок? В конец запутались в вариантах? С нами вы разберетесь в три счета. Всего три пакета размещения. Экономный, оптимальный, премиальный. В рекламной службе медиагруппы РИКО. Освободите голову для бизнеса. Простое предложение – верное решение. Звоните 220-250-222-300. Это не просто QR-код. Это радио нашего города. Сканируй и слушай онлайн. На сайте rikotv.kz Лови волну в один клик. Подключайся прямо сейчас. На Актюбинском аэродроме началась реконструкция взлетно-посадочных полос. Замене и ремонту подлежат около тысячи плит. С ходом работы ознакомился глава области Яралы Тукжанов. Мероприятия должны быть завершены в ноябре. Отметим, что с апреля по мае месяца текущего года была произведена замена 1100 плит. Глава региона поручил обеспечить высокой качестве и своевременное завершение работы. К аэродромным плитам применяют особые требования о выполнении из железобетона и армированной сталью. Эти конструкции должны быть особо прочными, выдерживать высокие моментальные нагрузки. Они должны обладать также стойкостью к экстремальным температурам, сейсмоустойчивостью, быть долговечными и экономически эффективными. Каждая аэродромная плита для взлетно-посадочной полосы весит от 4 тонны выше. Как сообщили в Международном аэропорту Актюбе, на график авиарейсов реконструкция ВПП не повлияла. Самолеты отправляются и прибывают в воздушную гавань по расписанию. День спорта отметили в минувшие выходные казахстанцы спортивные мероприятия, забеги и вручения новых машин. О том, как прошел самый спортивный день в году в Актюбе, в нашем следующем сюжете. В здоровом теле здоровый дух. Традиционно в третье воскресенье августа казахстанцы празднуют День спорта. Масштабно отметили его и актюбинцы. Празднование началось в Триатлон-парке, где Акимобласть Ералут Ужанов вручил ключи от новых микроавтобусов районным детско-юношеским спортивным школам. День спорта – это праздник здоровья, сил и выносливости. Популяризация здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта – одна из важнейших задач в стране и области. Сегодня возводятся спортивные комплексы. Растет число тех, кто занимается физкультурой и спортом, в том числе в школах и спортивных кружках. И, конечно, какой же День спорта без спортивных соревнований. Праздничное мероприятие продолжилось эстафетой «Екэзен». В забеге на 10 километров приняли участие 30 команд, разделившиеся на две категории – друзья и корпорация. Все призеры эстафеты получили денежные награды и медали. Жанна Исалдинова, программа «Факт». Наш город принял ежегодную портыкиаду сотрудников госкорпорации и правительства для граждан западного региона. Команда специалистов соревновалась между собой в пяти видах спорта – футболе, волейболе, шахматах, теннисе и перетягивании каната. По итогам соревнований первое место заняла команда из Западно-Казахстанской области. На спортивные состязания участвовали специалисты науо-правительства для граждан из Магистаоска, Западно-Казахстанска, Атрауска и Ахтюбинских областей – порядка 80 человек. Состязания проходили по пяти видам спорта – это футбол, волейбол, теннис, шахматы и перетягивание каната. По итогам спорта-киада первое место занял филиал Западно-Казахстанской области, который на следующей неделе будет представлять западные регионы на республиканском уровне в городе Алматы. Сегодня хоккейный клуб «Бары» стартовал на Кубке Блинова. В Омске сообщает «Вести Киезет» первым соперником. На предсезонном турнире стал Ярославский локомотив. Встреча завершилась победой казахстанского клуба со счетом 2-1. Таким образом, эта победа стала первой для «Барыса» в межсезонье. Ранее на турнире Кубок Танека в Казани команда проиграла все свои матчи. Подробнее изначально на Кубке Блинова на первом матче «Барыс» должен был сыграть с уфимским Салаватом Юлаевым, но он был отменен. Впереди у подопечных Андрея Скобелки еще две встречи 23 августа с «Омским авангардом» и 25 августа с «Нефтехимиком». Устали ждать, пока приедет такси или автобус? Национальная лотерея «Сядь Тожалдос» готова помочь. Купи 6 билетов «Лото» 6,49 стоимостью 1800 тенге и получи шанс выиграть кроссовер. Розыгрыш состоится 30 августа. Билеты в точках продаж лотереи, в отделениях почты и на сайте z.kz. Это не просто QR-код. Это радио нашего города. Сканируй и слушай онлайн на сайте rikotv.kz. Лови волну в один клик. Подключайся прямо сейчас. Расширьте возможности в ваши рекламы. Новая услуга «Реклама с QR-кодом». Это возможность перехода в один клик на ваш сайт или страничку в Instagram. При просмотре ролика на rikotv или баннера в газете «Эврика». Все, что нужно, навести смартфон. Смотри, сканируй, заходи. Рекламная служба медиагруппы «Рика». Звоните 220-250-222-300. Читай газету в телефоне ежедневно и бесплатно. «Эврика» всегда с тобою. Подпишись в Telegram и Instagram. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok